Первая мысль о том, что необходимо командующему войсками фронта иметь помощника по действиям в тылу противника, принадлежит Фёдору Константиновичу Гершельману, обрусевшему немцу, который впервые после Дениса Давыдова ввёл понятие партизанской операции в тылу противника. Вот он говорил, чтобы освободить командующего от необходимости, скажем так, тщательного, подробного планирования операции на воздействие на тылу противника, вот ему нужен помощник по партизанским операциям. А тогда это было синонимом диверсионно-спезназовским операциям. И эта мысль, я вам скажу, это где-то 1882-84 год. То есть, знаете, ещё до спецоперации 100 лет, 100 лет, а русская военная мысль уже пришла к пониманию о необходимости создания войск спецназначения из казаков вообще. Я с вами поделюсь наблюдением. Тогда же, в общем, был неплохой замысел священной дружины действий против террористов, революционеров. Тоже спецназо-террористическими методами. Нет, я скажу, Максим, я знаю, что мы с вами несколько различных политических взглядов. Я скажу, вообще-то использовать армию для полицейских функций... Нет, это священная дружина, кстати, это гражданский спецназ. Интересно, параллельно. Герстульман говорит в армии, а те попытались... Сейчас у нас спецназа только нет, по-моему, в военторге и у канализации. У Кошаровгии никого нет. Да нет, да? Ну, скоро появится, наверное. Скоро появится. Владимир Васильевич, ну, давайте представим себе дальнейшие развитие ситуации. Да, допустим, здесь все-таки установилась нормальная национально-ориентированная власть, но на следе ведь очень тяжелая останется в 2010-е годы такой власти. Призывной резерв, ресурс никакой. Сейчас число молодежи упадет вдвое по сравнению с 89-м годом. Будет там... Тогда 34 миллиона было молодых. Сейчас половина меньше. Что получается? Пойти по пути батьки Лукашенко, делать армию, готовую развернуться в партизанско-диверсионную? Так получается, Владимир Васильевич? Конечно, мы сейчас загадываем о будущем русском государстве, когда в России остановится русская национальная власть, которая будет думать о стране, о создании национального государства. Я себе позволю не скромно все-таки сослаться на самого себя. В тюрьме, у меня была написана книга о военной доктрине и русской армии. Вот там была попытка предложить свой вариант о будущем русской армии. И нынешняя россиянская армия, она даже не может быть прообразом будущего. Это полуфабрикат только. Нам предстоит строить новую русскую армию. Более того, я скажу, в чем еще одна подлость вот этой реформы. И посмотрите, Максим. Да, мы имели к 17-му, до 20-му года разгромленную Россию. Но уже родилась новая Красная Армия, которая создала свои традиции, победные традиции, которая победила в Великой Отечественной войне. Потом осталась Советская Армия. Так вот, нынешняя подлость этого россиянского военно-политического руководства заключает в том, они лишили нас вообще истории военной. То есть, российская, русская военная история, начиная, скажем так, с Владимира Красного Солнышка и по Николая Второго, практически эта история военная не нашла свое отражение ни в названиях частей. У нас нет ни Преображенского полка, ни Семеновского, ни Измайловского. А было бы ведь логично, чтобы были и старые русские, и Великой Отечественной, и Сталинские, пожалуйста, приемственность бы с страной. Максим, замечательно. Вот поэтому в этой работе я предлагал в свое время еще пять лет назад, если мы говорим о реформе, необходимо создать, объединить русскую историю, русско-советскую историю. Потому что не отрицать Шибку, не Бородино, не Полтаву, грех, понимаете, просто грех. Точно так же грех отрицать Курскую битву, Сталинград, понимаете, и Берлин, и Висло-Одовская операция. Это грех отрицать. Вот нам нужно было взять из нашей истории лучшее, да и афганскую войну нельзя отрицать. Так вот, наоборот, все пошло. Сейчас ликвидировано, уничтожено, в армии отсутствует русская военная история. Советская война. И теперь уничтожено и советская. Что эти вот бригады, не помнящие родства? Это же не бывшие советские полки, это же не бывшие русские полки. Это что создали? Ну да, орденов шестиконечной звезды Абрамовича Чубайсовской бригады. Да вы, батюшки, экстремисты. Смотрите, вот это, влетите вместе со мной, с комитетом, подсудим, и вы скоро пойдете уже. Нет, а пример действительно, как? Они же действительно, приемцы же обрублены совершенно. Да. Нас лишили нашей русской военной советской истории. Да. Мы лишены военной истории вообще, нынешней армии. Начать надо с того, чтобы те предки тебе в душу смотрели. Да смотрят они нас, Максим, смотрят и думают, вы сколько это еще терпеть будете? Ну, допустим, вот, Владимир Васильевич, действительно, вот есть русская национальная власть. Создана не российская армия, не этот симуляк, а русская армия национальная. Все-таки, действительно, наследие тяжелое. Понятно, что от российской армии остались там вооружения и прочее, прочее. Вот. Вот, все-таки придется, видимо, вот, буквально несколько слов, что вы предложили в доктрине о вот такой будущей армии? Ой, Максим, мне так приятно об этом говорить, но с другой стороны, я, знаете, что боюсь? Я просто говорю буквально одной фразой. Я очень боюсь уйти в пустопорожные мечтания, потому что пока в России существует нынешняя государственная власть, все рассуждения о будущей русской армии – это мечтания. Мы помечтаем. Итак, что нужно, прежде всего, брать из будущего устройства или структуры вооруженных сил? Я об этом писал еще раз, скажу. Прежде всего, сейчас боевые возможности ушли в область управления. Управление – это означает, что, с одной стороны, разрешение управления противниками, с другой стороны, укрепление собственного. Необходимо, естественно, мы за какие-то несколько месяцев или даже за год мы не создадим высокообученную, высокоподготовленную армию, снащенную современным оружием. Начинать придется с восстановления противовоздушной обороны, то есть с усиления боевых возможностей ВВС и ПВО. А в этой составляющей именно противовоздушной обороны. Прежде всего, в этой проблеме собеспечения радиолокационного поля на территории России. У нас такие дыры, у нас такие дыры, что это просто страшно смотреть на эту карту. Поэтому первое направление – это восстановление противовоздушных возможностей наших вооруженных сил. Второе – это создание войск радиоэлектронной борьбы. Сейчас это называется служба РЭП. Вся американская система построена на применение огромного количества электроники. Единственная сила, способная не допустить этого – это радиоэлектронная борьба. Здесь есть и наработки прекрасные, и масса других вещей. Третье – это восстановление, да не восстановление, почему не восстановление, создание войск специального назначения. Вот одна из причин, по которой американцы так и не решились нападать на Кубу – это то, что кубинский народ и кубинская армия готовы к партизанской войне. Совершенно точно. Это то, что сделал батька Лукашенко в Белоруссии. Да, он говорит, придите. Да, мы, естественно, не сможем воевать с дивизиями НАТО в открытом вооруженном противостоянии. Мы знаем, где вас бить. Там же, где били вас наши предки, всех этих вот захватчиков, пришедших с Запада. И, безусловно, направление, может быть, я его назвал последним, а может быть, я его назвал первым – это восстановление тактического ядерного оружия. Вот только восстановление тактического ядерного оружия, как в средствах ПВО, так и в сухопутных войсках, отрезвит голову тех, кто собирается тут нас нападать. То есть, фактически, вы предлагаете спецназовско-народно-партизанскую армию, некую листную пехоту? Нет. Ну, может быть, я... То есть, нехватку в данном случае людей, ну, будет после громадных... Извините, после того, как геноцид нам устроили в 90-е нулевые годы, нам все равно придется иметь дело с нехваткой просто... То есть, за счет, я не знаю, выкомпенсируется, с одной стороны, тактикой, тактическим ядерным оружием и армией, которая может вести... А, ну, так, вот в таком, в таком, прийти, да, согласен. То есть, первое – это, безусловно, восстановление ядерного, наших возможностей, да, тактических ядерных возможностей, если вам вздумается нападать на нас с воздуха или по земле. А уж, коли кому-то вздумается, на Востоке особенно, да, на Востоке вести партизанскую войну с этой саранчой практически бессмысленно, поэтому там только ядерное оружие может. Справиться. А здесь, да, ведение специальных действий. Вот сейчас практически... И плюс, еще говорю еще раз, безусловно, это стратегические ядерные силы. Ведь у нас же, ну что у нас это с нашим щитом-то этим? Ну, к сожалению, это очень... Тополя – это просто обман. Тополя – это обман. Но ведь кроме них уже ничего и нет, получается. Ничего, мы соединимся с нашей братской Украиной, будем создавать по новой нашей... Только воссоединяться остается. То есть, получается, Владимир Васильевич, я извините, что перебил, то есть, получается, что в будущей русской армии, вот в случае, так сказать, такого вот угрожаемого периода, в подразделениях будет...